Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами я, Дэнджел, из прекрасного, замечательного, солнечного Лос-Анджелеса. Сегодня пятница, сегодня 10 число, 10 октября. И это, знаете, у нас, получается, осталось меньше 10 часов, с момента, как я записываю этот ролик, до начала Йом-Кипура. Это один из самых важных дней для евреев. Вы знаете, я на данный момент, ввиду своего религиозного статуса, не могу очень широко рассказывать о праздниках, что нужно делать, что не нужно. Но почему я упоминаю этот день? Потому что те знания, которые у меня есть, я этими знаниями хотел бы сегодняшнее видео закончить. Помимо этого, недавно Трамп в очередной раз поддержал Израиль, поддержал еврейский народ, за что ему огромное спасибо. И ввиду этого я бы хотел соединить, во всяком случае постараться в одном видео соединить две такие нити. Тем более, а я недавно выкладывал видео о президентских выборах в США, без большого акцента на войну Израиля и Палестины. Уже это не только война Израиля и Палестины, это война Израиля и половины Ближнего Востока, к сожалению, в которой Израиль все равно победит. Это безоговорочно, по-другому не бывает. Но я попытаюсь соединить и, знаете, уже завершить эту мысль. Потому что после предыдущего видео, как я и не старался, обратить внимание на самое главное в американских выборах. То есть плюсы для самой Америки, а не для того, что сейчас популярно обсуждать. Все равно есть чувство недосказанности, во-первых, от того, что люди посмотрели походу только 15 секунд то видео и услышали только одну фразу, что Трамп за Израиль, а Харрис против. Что ж, сегодня я тогда это закончу. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте это видео повсюду и давайте пообщаемся. Дорогие друзья, всем вам хочу сказать огромное спасибо за то, что смотрите, лайкаете, комментируете. Для меня это очень важно. А также для меня самая важная цель это стать знаменитым музыкантом и исполнителем. И многие из вас меня уже поддержали, перейдя на мой канал по ссылке в описании, посмотрев мои видео, поделившись ими. За это вам огромное спасибо. И дело в том, что с каждым моим новым роликом нас становится больше. А это значит, что и я, и вы все делаете правильно. Поэтому тех, кто меня смотрит в первый раз или тех, кто еще не подписался на мой музыкальный канал, я бы очень хотел попросить. Ребят, пожалуйста, по ссылке в описании, там будет и ссылка на мой самый последний клип, и ссылка на мой музыкальный канал. Если вы подпишетесь, это буквально 5 секунд, вам это ничего не стоит. Для меня это будет огромным шагом вперед. Спасибо вам большое и давайте вернемся к видео. Что ж, я уже объяснял, почему очевидно не нужно голосовать за Харрис. Для американцев, которые родились в Америке, которые здесь выросли, которым не с чем сравнить по опыту жизни. Именно по опыту жизни не с чем больше это сопоставить. Они не знают, каково это, жить в еще худших условиях. А если мы говорим об Америке, то сейчас при Байдене условия невероятно тяжелые. Я, как человек, уже немножко привыкший к Америке, уже даже это чувствую. И я не верю, что попрошайка сможет улучшить эту страну. Я, конечно, могу ошибаться. Может быть, она не такая на самом деле. Но, знаете, мы судим по тому, что видим, потому что знаем. Конечно, будет так, как решит Бог. Он знает лучше всех. Как оно будет, значит, так лучше. Но, исходя из того, что я вижу сейчас по всем фронтам, Трамп просто обязан победить. В первую очередь в интересах Америки. Но мы здесь для того, чтобы, наверное, обсудить самую, к сожалению, сладкую тему для многих. Почему Трамп лучше для Израиля и почему Трамп лучше для мира, потому что он за Израиль. Ну, что ж. Во-первых, Трамп, он улучшит экономику в Америке. И он весь этот бардак просто прекратит. Я просто не из тех людей, которые надеются на президента. Но если уж выбирать наименьшее из всех зол между Трампом и Харрис, то, конечно же, я выберу Трампа. Все эти беспорядки, в первую очередь в Америке. Я не верю, что Харрис их решит. Не то, чтобы я верю, что Трамп их решит. Но, конечно, к нему доверия намного больше в этом плане. А уж в бизнесе, в экономике и финансовой составляющей так и подавно. Но почему Трамп, будучи за Израиль, почему лучше? Смотрите. Развитые арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Марокко, да? У всех этих стран, которые я перечислил, ну, кроме Саудовской Аравии, да? У них мирный договор с Израилем. У Арабской, у Саудовской Аравии, я надеюсь, что, дай бог, в будущем будет мирное соглашение. Во всяком случае, у правительства Израиля и у Саудовского принца Мухаммада. Вроде как, хорошие отношения, это то, что я вижу, ну, или, как минимум, уважительные. Мне хотелось бы верить, что это так. Саудовская Аравия проявляет большой интерес к сотрудничеству с Израилем. Но, знаете, сотрудничество, это не означает мирный договор. Однако, конечно, в этом есть смысл. Безусловно. Арабским странам, всем без исключения, Израиль выгоден. Израиль выгоден и Турции, которая всем своим, я и не я за Палестину. Израиль выгоден всем. Потому что Израиль умеет создавать. Поэтому Трамп лучше. Если мы говорим, да, для вне Америки, Трамп лучше. Потому что Трамп за Израиль. Он приложит все усилия, чтобы максимально наладить отношения между Америкой и Израилем. И повлиять, конечно, на отношения Израиля и страны Ближнего Востока между друг другом. Трампу это нужно. А Харрис это не нужно. Я не верю, что это нужно. Я верю, что все, что Харрис нужно, это прийти, показать, что женщина тоже умеет рулить. Но у нее это не получится. Потому что она не та женщина, которая сможет рулить. Я не верю, что она та женщина, которая сможет рулить. Мне вообще тяжело представить, что женщина может быть президентом. Я понимаю, что многие из вас сейчас здесь обижаются. Но, понимаете, обижаться на то, что женщина не может быть президентом, это то же самое, что обижаться на то, что мужчина не может родить ребенка. Просто нам свыше даны разные вещи, разные плюсы, разные минусы для того, чтобы плюсами делиться, а над минусами работать. И вот и все. Поэтому я имею право. Понимаете? Это моя точка зрения. Я не говорю, чтобы вы делали как я. Я лично не верю, что женщина, в принципе, справится лучше мужчины, как президент. Я могу ошибаться. Давайте на этом остановимся. Вот. Но, скажу так, что независимо от того, выиграет Трамп или Харрис, Израилю ничего от этого не будет. Просто с Трампом Израиль переживет меньше потерь. Если какие-то безмозглые фанатики думают о том, что Харрис против Израиля, и значит Израилю будет конец. Нет. Израилю не будет конец. Здесь такой важный момент. Ни в коем случае не воспринимайте Харрис как какого-то червяка. Это враг для Израиля. Это серьезный враг. Это не просто фифа на каблуках, которая что-то себе возомнила. Это очень серьезный враг. И ее не стоит недооценивать. Но в контексте того, что она придет и Израилю конец, это вообще не так. Израилю вообще все равно. Кто к какому миру придет. Будет ли новый Гитлер. Может, не дай бог, Гитлер 2.0 или еще. Или их несколько будет. Да хоть весь мир пусть будет Гитлерами. Нам все равно. Мы Бога избранный народ. Нам эту землю подарил Всевышний. Это наша страна. Это наша земля. Здесь ничего обсуждать. Просто никто не может обсуждать. Никто не может это оспаривать. Об этом написано во всех книгах. Более того, Ротшильды эту землю у арабов выкупили. Есть договора. Это наша земля. Мы ее выиграли в войнах. То есть она по всем фронтам наша. И по священным книгам. И по законам войны. И по законам бизнеса. Это земля наша и ничья больше. И мы не проиграем. Потому что, начиная от Рима, заканчивая Хамасом, по сей день, иранским айаталой, никто не смог нас выиграть. Да, война с Израилем продолжается. Но она закончится победой Израиля. Так или иначе. Просто с Трампом эта война может приблизиться к завершению с меньшими потерями для Израиля. А с Харис эта победа Израиля может приблизиться с большими потерями для Израиля. И все. А во всем остальном нам абсолютно плевать, кто придет к власти. Израиль был, есть и будет. Это воля Божия. Он нам это даровал. Мы это не придумали. Это так и есть. Это написано. И мы это можем видеть. Ну, если мы не слепые. Это так и есть. Поэтому выиграет Трамп или Харис для существования Израиля, это не важно. Израиль победит. Это уже оно так. По-любому. Другого варианта просто нет. Это знаете, как вот кино, если мы смотрим, есть там главный герой, который не проигрывает. Он не может быть убит, потому что иначе фильм закончится. Помните, да? Нам в детстве все так родители говорили. Вот с Израилем то же самое. Если Израиля не будет, не будет ничего. Господи, прости меня. Не дай бог. А поэтому это невозможно. Это просто невозможно. Никак. Если у человека не будет языка, он не сможет говорить. Он не заговорит на каком-то другом языке. Он не сможет разговаривать. Вот и все. Понятно, что он сможет там жестами как-то рулить, но разговаривать рутом без языка он не сможет. Я вот это имею в виду, если вы не поняли. Поэтому Трамп или Харрис для существования Израиля неважно. Трамп или Харрис это важно для облегчения Израилю необходимого выполнения работы. Все, с этим разобрались, я думаю. Пару слов про Йом-Кипур. Это день, когда мы просим прощения у Бога. И в этот день нужно максимально подумать, максимально быть с собой честным. Понятно, что не обязательно об этом говорить всем вокруг. Это не надо выходить и в мегафон кричать, что я согрешил, я согрешила. Признайтесь себе. Каждый должен признаться себе. И попросить прощения у Бога в этот день. Максимально. И каждый раз, дай Бог, да, с каждым годом все глубже и глубже в это идти. Я желаю всем евреям хорошего Йом-Кипура, Гверха, Тиматова, чтобы Бог простил нам все наши грехи, чтобы мы двигались вперед, чтобы мы любили наших любимых, близких, чтобы мы всегда были с ними рядом, чтобы мы обязательно соблюдали заповеди Божии, чтобы все евреи были сплочены во всем мире. Это огромная цель, по достижению которой, Беда Ца Та Шем, очень многие проблемы решатся. Поэтому я желаю в этом, в этот Йом-Кипур нам всем максимально попросить прощения у Всевышнего, попросить прощения лично у наших ближних и сплотиться. И тогда мы очень далеко вперед шагнем. Хорошего Йом-Кипура мы победим, победа за нами по-любому, по-другому быть не может. Ам Исраэль Хай, будьте здоровы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте это видео везде, где только можете. Народ должен знать правду и должен начать думать своей головой. Увидимся скоро.